Томаты – это очень полезный, вкусный и популярный овощ. Наверное, процентах на 95 домашних участков можно встретить его кусты. Но это очень капризная культура и даже в теплице при высокой температуре листья могут скручиваться и вянуть. Задача дачника – спасти помидоры от этого явления. В этом видео я расскажу, как помочь растению, если от жары листья увядают и стареют. Если листочки скручиваются с боков, значит растение страдает от жары и сухости, и такие листья уже ни на что не годятся. Их можно удалять и обеспечивать хорошую проветриваемость помидорам. Но если жара стоит слишком долго, то начнут портиться все листья и без них растению не выжать. А значит, нужно затормозить этот процесс. Лично я знаю несколько способов, как помочь помидорам во время жары. Можно закрыть теплицу спанбондом, либо же меловой краской, чтобы сделать затенение, намного чаще поливать растения. А еще ученые доказали, что кремний помогает увеличить жаростойкость листьев растения. Обработка кремнием позволяет выдержать около 35 градусов температуры, а это достаточно высокий лимит для томатов. Очень эффективными будут внекорневые подкормки барафоской. Таким способом листья будут усваивать около 40% кремния. Это абсолютно безвредный микроэлемент, который легко выводится из сельскохозяйственных почв, не наносит никакого ущерба ни грунту, ни растениям. Очень высокое содержание кремния замечено в зеленом травяном настое. Если собрать подорожник, крапиву, осоку, спорыш, мох и папоротник, солодку, подсолнух тысячелистник, одуванчик, звездчатку и десятки других растений, поместить их в бочку с водой и оставить бродить на неделю, такой концентрат поможет защитить томаты от жары. А это повлияет на цветение, появление завязей, качество и количество плодов на кустах.